Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У одной замечательной православной писательницы Юлии Вознесенской есть повесть «Мои посмертные приключения». Там рассказывается о том, как одна женщина, упав с балкона четвертого этажа, разбилась и упала в тяжелую пуму. И вот, находясь в присмерти, ее душа находилась на том свете, тело в больнице, на кровати. И вот в этой замечательной повести, в общем, по православному, рассказывается то, что с душой проходило после смерти. И вот там есть такая сцена, очень интересная и такая, на самом деле, тревожная для всех нас сцена. Рассказывается там о том, как ее ангел-хранитель повел на поклонение Богу. И автор описывает там огромную лестницу, по которой поднималось множество людей, каждый из людей был со своим ангелом-хранителем. И откуда-то сверху изливался на всех свет. И этот свет изливался, в том числе, вот на эту женщину, которая поднималась по этой лестнице. И она сама жизнь прожила так далеко не по православному, хотя была в детстве крещена. Но вера от нее была очень далеко. И вот она, поднимаясь по этой лестнице, проверяется на то, насколько она сама может с Богом быть близка. Она поднимается, и свет становится для нее все сильнее и сильнее, все жарче и жарче. Наглядывается вокруг и видит, что некоторые люди уже упали в изнеможение и дальше идти не могут. А некоторые люди очень бодро, очень легко дальше поднимаются. И вот нашла такой вот там пределы, какой-то площадки, которая вообще уже не смогла идти из Бога. А некоторые люди поднимались совершенно спокойно, дальше вверх. Другие в изнеможении лежали гораздо ниже, чем поднялась она. Как раз вот она в таком художественном виде рассказала очень важную мысль для всех нас. О том, что Господь готов всех нас принять, но готовы ли мы этот путь пройти с вами? Проблема же не в том, что Бог не хочет принять Машу, Сашу, Гришу, Славу. Не хочется в районе взять. Он всех хочет в районе взять. Но способны ли мы будем протеивать этим путем, подняться по этой лестнице? И я для себя, в своей жизни нахожу какие-то тревожные вещи. Допустим, те вещи, которые связаны с тем, что я когда в храм пришел, только начал ходить, я пришел взрослым человеком. Мне было все понятен, чем сейчас. Не то, что все, но многие вещи мне были понятен, чем сейчас. Сейчас я себе все больше и больше задаю вопросы, на которых с трудом и иногда мучительно ищу ответ. И в том числе ответы о том, в каком виде нам, христианам, нашим христианским общинам и вообще в целом всей церкви соотноситься с внешним миром. В том числе и с властью. Помните, я на одной проповеди, здесь одно мусор озвучил свое, о том, что можно ли причащаться фашистам. Помните, мы с вами об этом говорили. И на самом деле такая не полушутейная, это не какой-то стек такой, знаете, делать нечем, хочется интеллектуальными упражнениями позаниматься. Это на самом деле вопрос о том, какую роль мы занимаем в обществе, в нашем обществе, в этой стране, которую мы с вами создавали. Ее не кто-то создавал, а именно мы создавали, православные христиане. И она именно такой стала, благодаря православному христианству. Сейчас я, кстати, об этом сейчас скажу. И мы очень часто говорим, что церковь должна быть вне политики. Это правильно, потому что я представил наши выборы, которые недавно были, у нас, сами знаете, как выборы в Ленске проходят. Все друг другу там грязью поливают, кто больше гадостей скажет, тем лучше. Вроде мужчины ведут себя так, что, господи, помилуй, здороваться с этими мужчинами не хочется совершенно. Никакого благородства, никакого такого уважения друг к другу, как, в принципе, должно быть у людей. И ты понимаешь, что ты не должен подружаться в эту политику, нас постоянно втягивает в это священников. Приходят разные там и депутаты, и начальники разные, пытаются втянуть, чтобы получить какие-то голоса, получить какую-то выгоду от того, что он общается со священником или не общается со священником и так далее. И ты понимаешь, что не надо, конечно, в это втягиваться. Однозначно, мы в политику лезть не должны. И священник должен, выходя на огонь, по идее, людям о Христе говорить, о Христу вести. Но понимаете, что происходит-то? А ведь политика часто бывает не просто вопросом обсуждения о том, что как мы там ЖКХ устроим или как мы там дороги с вами построим. А политика часто в большом масштабе. Это бывает разговор о том, что такое добро и зло. Если мы с вами будем говорить об отношении нашим к нацистской партии в Германии в 40-х годах. Это политика или не политика? Мы с вами когда говорим о добре и зле, это как раз религия, это как раз наша вера. Это наше отношение к окружающему миру, у нас христиан. Наша позиция, это то, к чему нас Христос приучал, в том, что мы с вами отличали добро от зла. Это уже не политика. И вот сейчас, раз за разом, возвращаясь к этому, к чему может кто-то сказать, что это опять о политике. Но это не о политике, это опять о том, кто мы с вами такие, насколько мы с вами христиане. И то, что вокруг нас творится. Все знаете, кто сегодня проснулся, рано утром залез в телеграм-канал, вы знаете то, что случилось. Нас опять там разбили. И мы опять потеряли город Красный Лиман. Мы не просто там кусок какой-то территории потеряли, а мы потеряли там людей, которые в этом городе жили, еще недавно голосовали за вхождение в состав России. Это очень болезненный такой удар. Нас разбили опять. В очередной раз. Наши славные, непобедимые, вечно выгрующие в биатлонах, армию нашу опять разбили. И кто разбил те, над кем мы смеялись, над этой армией смешной. И мы с вами опять получили очень болезненный удар. И я вот думал об этом, почему так складывается. И знаете, для меня вот очень ясно и понятно, что мы с вами получаем англос под два уроки. Было бы очень плохо, если бы мы пришли на Украину и весело там прошагали. И там через месяц были бы в Киеве и на парад проводили. Мы бы ничего не поняли. Мы же на самом деле все 30 лет после перестольки прохохотались всю СССР страну. Мы просмеялись, мы проанекдотили, про клевоенили всю нашу страну. И все, что можно было вообще на самом деле прохохотать. Вот у нас был такой юморист Михаил Заброт. И вот, понимаете, он может быть неплохой человек, но я ничего не говорю. Но вот этот стиль его оценки мира, пускай юмористический, он на самом деле... Мы его почему полюбили? Потому что ухватил в какую-то ниточку, которая во всех нас есть. Вот какого-то такого совершенно глупого стёга. Мы прохохотали над американцами, над украинцами, над европейцами, какие-нибудь тупые. Ну и тупые же они, да? У него один из самых таких знаменитых был оборотов. Ну тупые же они. И мы сами же ничего не поняли. Господь нас все эти 30 лет давал нам возможность стать вообще совершенно другой страной. В 91-м году, казалось бы, мы освободились, как мы с вами воспринимали, огнёмся коммунистов, страшного давляющего от режима. И оказалось, что на самом деле и режим был не такой страшный, и гнёт был не такой давляющий. И у нас сразу же это всё изменилось, ещё в какую-то сторону непонятную. Мы все с вами кинули зарабатывать деньги. И всё, к чему мы с вами пришли, стало ценен столько деньгами. В целом незаметно от Христа отступили ещё больше, чем это было при коммунистах. Мы ещё больше от Христа отступили. Понимаете? Это парадокс. У нас храмов стало больше строиться. У нас семинарии начали открываться, академии. А в целом-то народ стал более безнравственный, чем он был в советские времена. Казалось бы, мы и в храм начали ходить. Больше людей в свой храм стало ходить, чем в советские времена. Понятно. Креститься массово пошли. У нас были такие крещения, мы уставали крестить просто. Были крещения, сотнями людей крестишь. А страна-то не изменилась в лучшую сторону. Страна не изменилась в лучшую сторону. Потому что главный критерий – это зарабатывание денег. Мы с вами перестали понимать, что нельзя подавать руку вору. Мы подаём, потому что у этого вора машина крутая, его там должность какую-то занимает. И мы все прекрасно понимаем, что на эту зарплату он свою не мог всё это купить. Мы с вами перестали об этом говорить. Мы перестали с вами внутренне переживать порядочность. Те вещи, о которых в советские времена спокойно говорили. Это же христианская вещь. Мы с вами перестали переживать благородство человеческое. И это же стало массово, потому что Таргаш нас победил. В советский период он был, конечно, антихристианским во многом, но он был всё-таки основан на каких-то ценностях. На каких-то ценностях, которые всё-таки заставляли человека служить и отказываться от чего-то своего. И вот мы сейчас с вами пошли воевать, и мы всегда говорили сейчас в последние годы, кого мы там всех опять шапками закидаем? Господи помил, сколько об этом можно говорить? Сколько мы в истории с вами обжигались, вот этими шапками закидать? А эти обжигания не просто же там наши какие-то ошибки или неприятные новости в интернете, это же парни погибшие. Это же реально погибшие парни, чьи-то сыновья, мужья, которые сейчас лежат под красным лимоном мёртвые. Мёртвые, они никогда домой не вернутся. Вот наша тупость вот эта вот, она к чему приводит? Это же не просто так. Вот это вот хохма, в которой мы с вами прожили 30 лет, то есть сейчас привело к тому, что сейчас в Красном Лимане сегодня террор начнётся. Будут приезжать в дома, вывозить людей, убивать их за то, что они нам поверили и захотели в Россию. Не то, что поверили, а то, что они реально сами хотели в Россию вернуться. Это же не просто мы там оставили какой-то кусок территории, какой-то завод там бросили. Мы людей там бросили. И здесь вспоминаешь, не можешь не вспомнить, пророк Исаия, через которого Господь говорил, обращаясь к израильскому народу. Ну, то же самое, что с нами происходит. Сколько раз я могу бить тебя в одно и то же место? Ну, почему до тебя не доходит? Ну, это же всё про нас как раз говорится. И торгаши вообще везде сидят. Торгаши не в том плане продавцы, пускай предприниматели на меня не обижаются. Я имею в виду не те люди, которые просто где-то там занимаются бизнесом, а психологи торгаши, которые купи-продай, ты мне, я тебе. И всё мирится только деньгами. Они и в милиции сидят такие, они и в администрации сидят такие, они в школах сидят такие, в армии сидят такие, в больнице сидят такие. Вот это торгашеское, оно вообще просто, менталитетно нахватило всю нашу страну. И мы раз, и просили, мы вообще не понимаем, что там происходит. Что происходит вообще? Мало того, что так бездарно, позорно упустили, взрастили всю вот эту вот гадость, которую сейчас на Украине чили, весь этот нарыв, это гнойник, сами же взрастили. А мы теперь сейчас его ещё и вылечить не можем. И внутри страны что происходит? Посмотрите, когда у нас люди, скрывая свою трусость, начинают о власти плохо говорить. И о чём говорят? Вместо того, чтобы пойти что-то сделать для Родины, начинают говорить, что Путин плохой, я не буду за него воевать. На самом деле, это трусы говорят, которые Родину не хотят защищать. Дело не в Путине. Дело не в Путине. Я вот вспоминаю Антона Ивановича Деникина, белого офицера, царского ещё офицера, который во время Отечественной войны забыл свою ненависть к большевикам и пошёл Родине помогать. И не согласился на предложение многочисленное сотрудничать с фашистами. Ну, он же имел всё моральное право выступать против большевиков. Имел. А он, а почему есть Сталина? Родина есть. Сталины приходят и уходят. А Родина есть Родина. А мы с вами об этом забыли. Мы все считали, что у нас автоматически наш воин непобедим. Он сам по себе появился, этот воин. Идёт Родину защищать, начиная там от Куликова поля, заканчивая битвой за Берлин. А откуда этот воин взялся-то? А откуда этот характер появился? Об этом кто-то себя спрашивал из начальства, из руководителей, из тех людей, которые об этом говорят. А то, что вообще этот национальный характер ковался вот здесь прямо в храмах наших православных на протяжении тысячи лет. Об этом же все забыли. И с лёгкой подачи этих же западных наших партнёров, с лёгким удовольствием нашу церковь хайли на протяжении последних десяти лет. Хайли, вытирали ноги, кто только мог. Любой бездарь, любой негодяй мог об церковь ноги вытереть и получить за эти бонусы в обществе. И спокойно дальше жить. И общество к этому терпимо очень относилось. А теперь вдруг мы с чем с вами столкнулись? А с тем, что стоят парни, которых отправляют по мобилизации. Возможно, даже не на Донбасс, а возможно, они поедут в Читу, будут просто там менять местные части, которые поедут туда, на Донбасс. А у этих парней страх в глазах. Они боятся, ребята. Ну кто нас защищать будет? Они боятся. И мы вдруг понимаем о том, что где этот русский солдат-то? Его же воспитывать надо было. Он что, сам себе там из пробирки родился, что ли? Его наклевали, там на какой-то машинке ручку крутят. Шлёп, 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 что ли русский солдат появляется. Да его столетиями воспитывали, этого русского солдата. Учили терпению этого человека. А сейчас какому терпению? У нас там два часа, наши с вами линчане, два часа подождали, я не помню, линчане или милинские, кто-то из наших, в общем. Подождали автобус два часа всего лишь в аэропорту города Якутска. Столько на тебя было в интернете. Два часа постояли, просто подождали. Это солдаты, которые имеют терпение. А человек без терпения не может быть мужественным. Он может быть отчаянным. Может быть до безумия каким-то таким вот рискованным человеком, мужественным по-настоящему. Без терпения воин быть не может, потому что мужество это и есть терпение в опасности. А у нас не могут потерпеть отсутствие там какой-то еды, к которой ты привык, горячей воды, совершенно пустяковых вещей. Мы настолько, а знаете почему? Потому что мы себя стали любить больше, чем все остальное. Мы себя стали любить больше, чем своих жен, больше, чем своей родиной, больше, чем своих детей стали себя любить. И парни-то наши боятся идти воевать, ребята. Не все, конечно. Честь и хвала героям, которые есть. Но в массе своих боятся. Сколько раз мы вспоминали эти слова Бисморта, которые говорил в 19 веке. А тогда стоял вопрос о существовании Германии. Будет она, не будет Германии. Какой она будет? Когда Германия всех победила в Европе Центральной. Когда Германия родилась как великая страна. Бисморт же говорил о том, что спасибо большое. Я сейчас не дословно говорю, но мысль была такая. Спасибо большое немецким учителям и немецким священникам, которые воспитали немецкого солдата, способного защищать Германию. А у нас с вами что происходит? Мы все с вами живем, в том числе и учителя, и священники. Так что воспитывать не сможет. Право моральное по большому не имеет. А если и есть священники, где-то достойные, или учителя, их особенно в школу не пускают. Знаете, интересная категория. Я тоже не хочу, чтобы на меня учителя обижались. Но интересный факт. За все годы перестройки, как школу калечили, как ее корежили, какие гадости с ней производили, эксперименты, все дело специально, сознательно делалось. Ведь учителя ни разу не устроили всероссийскую забастовку. Не было ни разу всероссийской забастовки в России по поводу тех гадостей, которые творятся в школах. Учителя ни разу не били забастовки. Это странно. Это же на самом деле соль земли русские учителя. Это же очень важный элемент нашего с вами общества. Я сколько раз ходил в школы, и одно время очень плотно по школам ходил. Я много раз учителям зачитывал отрывки из учебника по светской этике. Я ходил к учителям, почти плакал, говорил, не преподавайте детям этот предмет. Причем у учителей выбор был, вместе с детьми можно было другой учебник выбрать. Сейчас самый массовый у нас учебник в России. Учебник называется «Светская этика», где в четвертом классе детей знаете, к чему привлечают? Смотрите, вот одна из тем этого учебника. Кто мне не верит, может проверить, чтобы меня потом не обвинять, потому что я что-то преувеличиваю или урок. Вот есть одна из тем, обсуждается два таких человеческих поведенческих мотива, эгоизм и альтуизм. И, знаете, в этой голове, когда ты ее прочитаешь, ты понимаешь, что альтруизм это не очень хорошая штука. А эгоизм гораздо более понятен и рациональен. И вывод в этом учебнике делается, знаете, кто такой эгоист? Эгоист это который на себе все зацикливает, альтруист, кто кому-то другому помогает. Альтруизм на самом деле это общихристианское отношение к окружающему миру, жертвенность. Это попытка помогать другому человеку. И вот вывод из этой главы про альтруизм и эгоизм делается. Разумный эгоизм это способность человека, преследуя свои интересы, содействовать общему благу. Разумный эгоист понимает, что удовлетворить свои интересы он может только заботиться об окружающих уровнях и обществе, в котором он живет. То есть, в конце концов, самое главное, это заботиться о себе. Представляете, к чему детей приучают со школы? Самое главное, это ты. Важнее тебя, больше ничего нет. Дальше вот последняя глава. Ценности, высшие ценности человека. Как вы думаете, какие самые высокие ценности у человека? Вот в этом учебе написано. Смотрите, к чему детей приучают. С четвертого класса. Мы ценим свою страну, ее традиции, отношения с родителями и друзьями. Свой дом, одежду, книги и многое другое. Однако высшая ценность для человека, это его жизнь. А вы это ребятам расскажите, которые в 41 году под Москвой стояли. Здесь прямо перечисляется, что ценность, друзья, родители. Но, однако, высшая ценность, это твоя жизнь. А зачем мы памятник героям ставим тогда? Которые в свою жизнь отдавали на протяжении всей нашей истории, для того, чтобы их близкие спокойно могли жить в этой стране. Вот в учебнике это я не придумал. Ну, вы домой придите, можете в Андронисе загрузить ученик-свестка этики. Дальше про патриотизм. Вроде ничего конкретно плохого не говорится. Но вот любовь к родине почему-то сводится к уборке в квартире. Это правильная вещь, мы должны убираться в квартире и наблюсь, и так далее. Ухаживать за близкими, родственниками, сделать какой-то добрый поступок. С малым делом рождается большая любовь к ближнему, в семье народу родины. Все это называется с патриотизма. И это начинается с вашей любви. Любви к чему, в первую очередь? Понятно же, к чему, да, к самому себе. И вот под спудом эти мысли, они навязываются детям с самого детства. И не надо здесь удивляться, что ребята, которые сейчас идут на войну, они боятся чему. А потому что их никто не приучал умирать. О том, что культура вообще, взаимоотношения жизни и смерти, у нас вообще отменена в стране. О том, что у нас нет святынь в стране, для всей страны, таких святынь, ради которых можно пойти и умереть. А человек должен жить с такими святынями, иначе его жизнь превращается в жизнь говорящего животного. С вами все должны иметь такие святыни, ради которых можно было умереть. И мы пришли вот к такому пустяку, к такому тупику. Мы же все знали, что это происходит. Мы же все молчали. Мы все молчали. Понимаете, я хожу, допустим, на отчет главы, допустим, района или города. Ну, если удастся попасть на них, потому что они постоянную информацию от своих отчетов делают так, чтобы минимум народу пришло на них. Как ни странно. Ну, не странно, но логически понятно. Им не хочется в острых разговорах. Я вижу там одних и тех же людей. Человек 50 с администрацией, и человек 10 посторонних, среди них я и моя жена. Когда удается узнать, когда это происходит, это все открыто, но открыто, наверное, скрыто. Ну, мы же не приходим, эти вопросы перед ними не ставят. Мы же в школах, когда не приходим, мы не говорим учителям, а почему вы это детям не рассказываете? А почему вы это вот им даете? И вот эта совокупная наша, извините, тупость, лень наша, духовная лень, она же может привести в вообще глобальную катастрофу. Мы с вами еще горе не наелись. Мы с вами это горе еще в своей жизни не переварили. Вот те неприятности, которые у нас мелкие случаются, даже болезни близких людей, это еще пустяк. Мы с вами можем действительно в ад погрузиться. в самый натуральный ад можно подружить всей своей страной. Вы же слышите, что они про нас говорят, что мы им не нужны. Им нужны там, значит, какие-то полезные ископаемые. Что они с нами сделают? В середине 20 века в культурной Европе придумали систему утилизации людей. Эти концлагеря, у меня дядька был в концлагере, сидел в Маутхаузене, но со всех это историческая память есть. Констлагеря, эти газовые камеры, переработка, все, понимаете, чтобы ничего не пропадало. Пеплом виноград посыпали из этих камер. Говорят, виноград, вино хорошее получало из этого. Это же недавно было, мои хорошие. Сумочки делали с чешской кожей. Там, смотрите, все четко, там, волосы сюда, зубы сюда. Все правильно по-немецки, по-европейски. Это же ужас. И до конца же мы, Гитлера точно так же принимали. Даже хорошие люди поначалу его принимали. И думали, что какой-то русский авось поможет нам прожить, нормально все это проскочить. Мы с вами не понимаем, в какое горе мы с вами можем погрузиться. Мы не понимаем с вами о том, что каждая из матерей, из жен рыдать может с утра до вечера. Мы до этого можем страну довезти. И мы живем в этой страшной, чудовищной расслабленности, когда наш человек может выйти и плевать на наш национальный флаг. В прямом смысле не в переносном. Орать зачем? Вот рашка нужна там и так далее. Мы все молчим. Мы все молчим. Нас все устраивает, потому что я устроил свой личный мирок, там какое-то болото свое личное. Мне у него тепленько там есть, что пожевать там. Диванчик есть там, свой креслиц есть возле телевизора. Больше ничего и не надо. Но если мне ничего не надо, то ты уже свыкайся с мыслью, что ты будешь действительно такой некой биомассой, из которой кто-то что-то будет для себя лепить. Если вы хотите быть такой биомассой, из которой кто-то что-то для себя лепит, будьте. Я там все не хочу. И церковь всегда была против этого. Церковь никогда не будет с этим согласна. Почему церковь так преследует и ненавидит. И все вот эти вот ценности, которые у наших людей были, они как раз воспитывались церковью. Они не сами к себе эти ценности вернулись. Жертвенность, любовь к родине, способность отдавать себя ради кого-то. Это же все все шло отсюда, с Евангелия, от Христа все шло. И мы очень легко от этого отказались. Очень легко отказались от этого. Мы сегодня прямо повторяем историю еврейского народа, которому Господь больше всех на земле дал и который с каким-то упорством постоянно отворачивался в конце концов Христа распил. Мы с вами не должны это повторить, потому что на нашей стране закончат человеческая история. Не в буквальном смысле там мир сразу разорвется, а потому что не будет какой-то точки, из которой все равно правда мир исходит. Все равно правда мир исходит. Даже помните, как кто из вас Достоевского любит, помните, там был такой персонаж, по-моему, Терсон Мурмеладов, алкоголик это был чиновник, в котором Достоевский умудрился усмотреть что-то очень такое человеческое, очень хорошее. Я вот смотрел тоже на наших ребят, я тоже вам об этом говорил на копии на прошлой, и они вроде все далекие, такие от церкви, от Бога, а на войну идут, все крестики одевают. Вот эти все привычные фразы, которые мы здесь на проповеди говорим, в воскресной школе с вами обсуждаем, они вдруг реальностью становятся. Помните, мы с вами сколько раз говорили, вспоминая о войне, о том, что в окопах нет атеистов. Действительно так сразу, сразу как-то все меняется, и люди как-то по-разному, по-другому открываются. Вот у меня в одной семье мальчик из очень хорошей семьи, говорит, я себе руку сломаю, но не пойду. А в других семьях, наоборот, отец за сыном идет, или старший брат идет, просится, возьмите меня. Вот там в прошлое воскресенье мужчина приезжал с нами обедох, приехал, у него сына забрали, он уборился с работы, приехал сюда, в Амурской области, чтобы его забрали, а он на учете, в Амурской области стоит на учете, ему говорят, что, брат, ты там стоишь туда езжай, он лугается с ними, психует сюда, приехал, весь на взводе, дай бог, он попадет туда, скорее всего, раз очень сильно хочет. И как-то сразу мир разделился, на самом деле, какие-то люди, которые хорошо думают, сейчас с ними здороваться неохота, а какой-то человек, который у тебя, может быть, был так странный, может, не совсем приятный, вдруг открывается совсем с другой стороны, и если мы мобилизацию не проведем, каждый в своей душе и каждый на своем месте, ребята, мы все это проиграем, мы все это проиграем, ребята. Если мы все не сконцентрировались, не соберемся в кулак все, все вместе мы, и христиане, и насурмане, у нас удивительный теперь такой исторический случай и такое историческое обстоятельство, при которых мы с мусульманами теперь бок о бок должны стоять, потому что у нас общий враг появился, сатанизм, в самом честном виде, это сатанизм в доме каждого из нас войдет. Поэтому задавайте себе эти вопросы, а вообще за что Господь нас вот так бьет в макушку, за что, и как мне вот со себя исправить, обязательно, и молитесь, обязательно молитесь на наших ребят, сегодня смс-ка сюда пришла в Калининграде, местный епископ объявил целую неделю строгого поста, строгого поста за наших воинов, молитвы строгого поста за наших воинов. Действительно такой действенный шаг духовный в помощь нашим ребятам. Поэтому мы будем помогать и духовно будем помогать нашим, и материально будем нашим помогать. Несколько бы мы там не ругали начальников, которые не могут снабжения намолодить, это совсем не значит, что парням не нужно наших помогать. Ему реальная помощь нужна. Они потому что со своей стороны отдают самое главное, что у них есть здоровье и даже саму жизнь, а нам отдать какую-то часть суммы своей зарплаты или какие-то вещи им отправить, это вообще пустяк, это ничто вообще на самом деле. Поэтому обязательно все подключаются к этой работе. Все, чтобы каждый человек, даже самый необеспеченный пенсионер, но все равно принес какую-то свою лепту на дело нашей победы. Потому что фашизм это очень серьезно, мы все это понимаем, у нас у всех память есть. Потому что это реальность, но опять это на одном случится и странно. Никогда бы не подумали, что мы все пеннили все это дойдем. Спасибо всех, Христос. Простите меня, что так прочновато, но сейчас не время веселиться. Честно просто. Простите.